Ранее утро, еще нету 7 часов и вот от железнодорожного вокзала города Слаутич Сегодня начинается наше путешествие на Чернобыльскую атомную станцию В то время, когда третий блок эксплуатировался, работал, третий реактор эксплуатировался До смены персонала работал, 12-часовые рабочие смены были И люди постоянно меняли друг друга Ну, то есть, в общем, за смену сколько сотрудник находился часов? 12 часов, да Его рабочее время считалось, вот он садится в электричку и пошло его рабочее время То есть, 12 часов с момента отъезда из Слаутича? Ну, соответственно, немножечко лучше, с учетом того, что мы там 50 минут едем на электричке Есть какое-то время, которое необходимо, и мы на электричку приехали, мы уже на площадку приехали То есть, группа часов 10 получала? Конечно! И при том, что там повышенный фонд, то есть, рабочий день не был сокращен? Ну, у него количество смен определенное в месяц, да? То есть, он работает не превышая установленного уровня Если он его превысил, значит, соответствующие ограничения То есть, суммировалось как раз с учетом этого счетчика, который индивидуальный? А прямо показывающие дозиметры выдаются Ну, соответственно, человек получает наряд на выполнение определенной работы Он получает дозиметр, выполнил работу, да? Сдает дозиметр Сколько он набрал, у него тоже есть разрешенная доза на выполнение этого вида работы Вот для вас лично, как посетителя, разрешенная доза на один день, за целый день пребывания на площадке Чернобыльской станции составит 0,1 миллисиверта Электричка делает одну остановку на своем пути в поселке Лесной А как интересно, здесь закрытые платформы, получается, сделаны Да, да, то есть, двери электрички ровно против дверей платформы И люди никуда не имеют возможности Ну, уже сделаны в санитарных Да, совершенно верно, это требования С точки зрения санитарных требований А даже не столько санитарных требований, сколько требований порционной безопасности Очень интересно и необычно ощущать себя внутри этой платформы Вообще, по-моему, первый раз такую вижу, когда сама платформа полностью закрыта Немножко напоминает питерское метро Вот эти вот двери электрички, которые совпадают с дверьми на платформу Это стойки, которые фиксируют степень поверхностного загрязнения Мы с вами будем проходить такие стойки не раз Первое помещение, в которое попадают посетители Называется павильон И он был построен специально для гостей станции Которые приезжают с туристическими целями Или какие-то делегации И в этом павильоне, наверное, самой яркой достопримечательностью И является вот этот макет Здесь вы можете видеть непосредственно в каком состоянии То есть это актуальное состояние разрушенного блока Именно в таком состоянии он находится сейчас Здесь, на этом макете, можно видеть непосредственно активную зону реактора До момента аварии четвертый реактор загружен полностью 192 тонны низко обогащенного диоксида урана находилась внутри активной зоны Итак, силой взрыва эту крышку поднимает на высоту порядка 50 метров Она разрушает шатер, разрушает кровлю четвертого блока И встает вот так вот почти вертикально на шахту реактора То есть вес этой конструкции составляет более 2000 тонн Представьте себе, какой мощности, какой силы был взрыв Если такая конструкция была сорвана с места РЗМ, разгрузочно-загрузочная машина Это устройство, которое использовалось, мы увидим с вами эту машину Оно ходило, скажем так, вот в этом пространстве, в центральном зале Использовалось для того, чтобы разгружать, загружать, перегружать реактор Конструкция, которая весила 460 тонн Она не была сразу найдена Силой взрыва эту конструкцию из центрального зала выбросила сюда, в западном направлении Уже спустя только какое-то время Эта машина была обнаружена в западной части разрушенного блока Это все иллюстрация того, какова была сила взрыва Люди, особенно вот те работы, которые выполнялись оперативным персоналом Сменным персоналом То есть теми, кто был первым Вот на их плечи легла самая большая нагрузка Это были самые дозозатратные работы Люди это прекрасно понимали, осознавали Что это грозит им То есть цена работы – это здоровье Это жизнь человеческая Но тем не менее люди шли и выполняли эти работы Ну здесь ясно, что техника, значит, себя исчерпала Поэтому солдат ее заменил Все части проходили в порядке, значит, добровольности Я строил и говорил Кто не желает идти выполнять задачу Шаг вперед Ни одного За все 12 дней Когда с коммунизмом не сложилось Момент, когда Украина получает независимость Декоммунизация Эту фразу, працюя на коммунизм Ее просто положили То есть она там на крыше На крыше Атланты Чернобыля Да, ну само название говорит само за себя Центральная фигура – это фигура совершенно конкретного человека Это Александр Лиличенко На момент аварии – это заместитель начальника электроцеха Именно он со своими ребятами обеспечивал функционирование всех насосных систем Да, подавали питание на насосные системы Которые качали воду Вот для того, чтобы охладить активную зону Путешествие по станции мы начинаем с защитного сооружения Которое в самые трагические часы ночи на 26 апреля 1986 года Так и не было задействовано для укрытия персонала В момент аварии 86 года апреля, 26 апреля Оно не использовалось То есть персонала здесь не было Люди не покинули своих рабочих мест Все остались внутри разрушенного четвертого блока, третьего блока Сюда люди спускались уже потом, несколько позже Несколько позже? Это спустя какой? На следующий день То есть в момент аварии оно не использовалось как защитное сооружение Сейчас этот объект используется в ходе тренировок для персонала Одним из слабых мест во время аварии был признан факт, что персонал не был подготовлен к действиям в экстремальных ситуациях Поэтому люди получили очень большие дозы То есть это помещение используется, например, когда объявляются тренировки И офисный персонал, который работает здесь в административном здании Одевают средства индивидуальной защиты органов дыхания И спускаются сюда в защитное сооружение Тренировки проводятся и здесь Тренировки проводятся, например, внутри разрушенного четвертого блока Или тренировки проводятся на хранилище отработанного ядерного топлива Здесь только укрывается персонал Это помещение, оно в первую очередь обеспечивает защиту толщиной стен и толщиной дверей входных Очень мощной двери, такого еще советского образца Персонал приходит сюда из более грязного, да, условно, более грязного помещения в менее грязное Обязательно при этом проходятся стойки дозиметрического контроля То есть каким образом это осуществляется? Персонал встает сюда, прикладываются руки к датчикам Где фиксируется готовность системы к считыванию информации И показывается результат Загрязненные поверхности или не загрязненные Если поверхности оказываются загрязненными То система показывает грязно И здесь на датчике, да, вот здесь вот такая схема Указана, какая область оказывалась грязной, загрязненной Имеется в виду вся одежда, руки Одежда, руки, ноги, голова, все Датчики установлены везде Видите, сверху, донизу идут замеры Первое действие какое? То есть оставляют куртку и здесь выдаются чисто Здесь имеются резервные конфликты А что значит выдается? Здесь дежурит кто-то? Здесь есть люди, которые находятся То есть даже вне чрезвычайной ситуации Вот в обычное время здесь кто-то дежурит? Ну, по звонку сюда приходят люди То есть помещение не все время открыто А только тогда, когда проводятся тренировки То есть это помещение для медперсонала Здесь опасывается медицинская помощь в случае необходимости Персоналу, которым участвует тренировка Девушки, которые работают в отделе аварийной готовности Вот они запросто могут включиться Специально обучены для того, чтобы запускать этот дизель-генератор Специально обученные аварийные сотрудники Совершенно верно Нажатием кнопки он приводится в действие Порядка 700 человек могут находиться здесь одновременно В течение трех суток при включенной системе вентиляции Мы отправляемся в помещение фильтровентиляционной камеры Они, естественно, тоже с какой-то периодичностью Фильтрующие элементы происходит замена вне зависимости От того, эксплуатируются они или нет Как раз в этом помещении вы можете видеть плитку, которая была уложена здесь в 1979 году То есть оригинальная плитка Помещение было дезактивировано Оно было достаточно чистым, не закрепленным Баки, цистерны с технической водой Это техническая вода, которая используется для инцитивации Которая используется для пожаротушения Вот, друзья, мы с вами можем посмотреть практически идеальное образцовое защитное сооружение Это как раз то помещение, откуда передавалась самая первая информация Самые первые доклады в Москву, в Киев О том, что произошло здесь, на Чернобыльской площадке 26 апреля Есть помещение, где установлена правительственная связь Именно отсюда поступали самые первые доклады То есть это уже спустя какое-то время, естественно, после... Ну, это в ночь, вот, на 26-е Как только директор станции, Брюханов, получил информацию Вот, начальника смены блока, о том, что произошло И была передана вот самая первая информация Это была ночь 26 апреля 1986 года 12 микрорентген в час, да, или 0,1 микрозивер в час То есть фактически это вот на всей площадке станции Это самое чистое помещение Уже построен саркофаг, объект укрытия Это третий блок, да, они построены в одном здании Третий и четвертый реакторы, они находятся в одном здании, так Мы находимся сейчас вот с этой стороны, так Административное здание И мы будем двигаться по золотому коридору Посещая первый, второй, третий Мы будем находиться в помещении третьего блока Мы будем находиться в помещении между третьим и четвертым блоком Мы попадем сюда, в южную зону разрушенного четвертого блока Мы побываем в центральном зале, вернемся Побываем в центральном зале третьего блока Вот, то есть вот эти все помещения мы с вами посетим На одной из лестниц административного здания Можно полюбоваться красивыми советскими витражами Уникальны они тем, что выполнены они были украинским художником Николаем Минником И работу свою он завершил за три дня до аварии Они были установлены, эти витражи на каждом этаже За три дня до аварии То есть эти работы, они, скажем так, свидетели Да, свидетели, да, свидетели всех вот тех событий, которые произошли в ту ночь Но, смотрите, ни один витраж, он не пострадал Да, вот они все остались в сохранности Единственное, что они были грязными, они были дезактивированы Но все в целости и сохранности Показать никто тогда и не задумывался о том, что такая трагедия может быть Совершенно верно, конечно И отражают они, да, вот, ну, как бы историю развития Различные странички, скажем так, в истории развития человечества Начиная от того подарка, который презентовал Прометей, да, человечеству Огонь, да, и заканчивая там развитием области атомной энергетики Или исследованиями космоса Внизу фотография, которая вот иллюстрирует подготовительные работы Прежде чем мы начали строительство арки Мы должны были очистить площадку После аварии очень большой объем различных материалов Был завезен и уложен на площадку, как экран И вот перед началом строительства арки Необходимо было очистить площадку низкоактивные отходы Их могли использовать в качестве, там, обратной засыпки При строительстве фундамента арки А высокоактивные отходы их вывозили В 30-километровую зону, в могильнике на захоронение То есть, своего рода, кто эти работы выполнял Их тоже можно как-то приравнять к ликвидаторам Да, совершенно верно Пускай это делалось и в более спокойном режиме И можно было что-то просчитать Да, мы никоим образом не хотим повторить ситуацию 1986 года Когда люди необоснованные, в некоторых случаях Получили высокие дозы Сейчас люди, конечно, это самый важный приоритет Самый главный приоритет Поэтому очень четко регламентируется, например, время работы на площадке Тем самым минимизируется доза Близость к источнику То есть, сейчас мы можем четко просчитать Сколько времени люди могут работать в той или иной зоне У них есть дозиметры, которые подают им сигнал Все, ваше время истекло Вы обязаны покинуть опасную зону Это специальный гостевой санпропускник Как раз для посетителей Ну, я так понимаю, что такая же процедура и у работников Станции, просто в другом помещении Совершенно верно Оставляем здесь обувь В общем, здесь санпропускники приходится полностью переодеться Причем вот я одеваю не просто один слой одежды, а нижнее белье И на него еще верхнюю одежду То есть, кальсоны и еще поверх брюки Полностью переодеваюсь перед тем, как пройти уже в грязную зону И вот так вот теперь я выгляжу После переодевания в санпропускнике Золотой коридор Можно сказать, основная артерия Чернобыльской АЭС Который проходит через все блоки Первый, второй, третий, четвертый И идя по этому коридору Мы упремся с вами в дверь Это вход в четвертый блок Продолжительно Почему такое романтичное название? Ага, золотое По цвету Только потому, что обшивка желтого цвета Не более Конечно, не золотой Алюминиевыми листами были обшиты стены После аварии все помещения, включая этот коридор Они были дезактивированы И этот материал был Были облицованы стены Только для того, чтобы снизить дозовые нагрузки на персонал И облегчить дезактивацию помещений Все блочные щиты Все щиты управления находятся по левую руку Реакторы находятся по правую сторону Будем подниматься на отметку плюс 35 Сейчас мы на отметке плюс 9 9 метров над уровнем земли Поднимаемся на отметку То есть за ноль у нас берется земля В данном случае Да, да, да Вот, мы поднимаемся на отметку плюс 35 И окажемся на верхней крышке реактора Мы с вами находимся на границе зон Менее грязная, более грязная Да, принцип барьера Опять Вот смотрите В первую очередь руки, конечно, могут быть, да, загрязнены Я держу прибор на руке И вы видите Прибор имеет цветовую индикацию Зеленый свет, значит, контрольный уровень для рук не превышен Контрольный уровень для рук Для этой зоны составляет 50 бета-частиц на сантиметр квадратный в минуту 50 Мы с вами будем находиться в помещениях с более высокими уровнями Там будут другие контрольные уровни Вы увидите Здесь 50 бета-частиц Если вдруг прибор показывает загрязнение рук, да Значит, цвет будет красным Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы дезактивировать ваши руки? Помыть, естественно Помыть элементарно, да Помыть руки какой водой? Холодной, горячей? Холодной Почему не горячей? Чисто интуитивно я даже так постановлю Правильно, холодной водой, только холодной водой Потому что, если вы моете горячей водой руки, да То поры откроются, расширятся И тогда риск попадания бета-частиц вовнутрь, он увеличится Добрый день, Марусич, Международное дело Процедура выдачи дозиметров, ну, в принципе, как и любой инвентарь То есть, здесь ответственные лица выдают дозиметры Мы за них расписываемся Третье и четвертое – это более новое оборудование, современное оборудование И они уже введены в эксплуатацию в начале 80-х Соответственно, 81-й и 83-й года То есть, четвертый реактор введен в эксплуатацию в 83-м году И взрыв произошел в 86-м году То есть, всего три года эксплуатации То есть, до момента аварии Чернобыльская станция, будучи одной из самых мощных ядерных установок В Европе, а может быть, даже в мире Выработала 150 миллиардов киловатт-часов электроэнергии За время работы с аварии До аварии, до апреля 86-го года Еще 158 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработано То есть, более 300 миллиардов киловатт-часов Это вагоны, контейнеры, которые использовались, когда эксплуатировались блоки Эксплуатировались реакторы для транспортировки отработанного ядерного топлива С реакторов в хранилище отработанного ядерного топлива И в том направлении находилось хранилище свежего топлива То есть, для транспортировки топлива Когда говорю, что на станции работает 2300 человек то посетители удивляются. Все реакторы остановлены, что, собственно говоря, эти люди здесь делают. Так вот, одно из самых основных направлений деятельности – это снятие блоков первого, второго и третьего с эксплуатации. И когда мы начали эти работы, а начаты они были в 2001 году, полгода прошло с момента останова третьего реактора, были начаты работы по снятию с эксплуатации. У нас не было национального опыта осуществления этих работ, потому что опять мы оказались первыми. Чернобыльская станция была первой станцией, которая вводилась в эксплуатацию, и первой станцией, которая снимается с эксплуатации в Украине. У нас не было разработанной нормативной документации, не было инфраструктуры для осуществления этих работ. И самое главное, что не было финансирования. Сейчас это специальная стратегия, которая разработана именно для Чернобыльской станции. Это отдельная программа, государственная программа по снятию с эксплуатации Чернобыльской станции, которая имеет статус закона Украины. Подготовительные работы к этому процессу, они завершены были в 2016 году, и основной задачей подготовительного периода было освободить блоки, освободить реакторы от ядерного топлива. Сейчас реакторы пусты. Они утратили свой статус ядерных установок, поскольку все топливо, отработанное ядерное топливо, находится вот в этом здании, серое здание, вот оно перед вами. Это хранилище отработанного ядерного топлива мокрого типа. 21 тысяча топливных сборок, которые были накоплены за все время эксплуатации Чернобыльской станции, то есть отработанное ядерное топливо находится внутри хранилища отработанного ядерного топлива номер один, мокрого типа, то есть топливо хранится в бассейнах выдержки, в воде. Хранилище уже исчерпало свой, скажем, срок эксплуатации. Именно поэтому для нас очень важно было строительство и вот в эксплуатацию нового хранилища. Сейчас этот объект, он уже в работе, он уже действующий объект. Хранилище отработанного ядерного топлива номер два, хранилище сухого типа, то есть несколько иные технологии используются для хранения отработанного ядерного топлива. На этот момент мы завершили горячие испытания, в рамках которых было перевезено 186 топливных сборок на новую площадку. Сейчас работы по транспортировке отработанного ядерного топлива, топливных сборок, они осуществляются в штатном режиме. Мы в апреле месяце получили разрешение, лицензию на осуществление этих работ. Нам в общей сложности потребуется 10 лет для того, чтобы перевести все отработанное ядерное топливо с старого хранилища на новое. Этот объект, срок его эксплуатации, он завершен. Это еще одно направление в работе Чернобыльской станции, обращение с отработанным ядерным топливом. Это не отходы, это стратегическое сырье, которое может быть использовано в будущем. Это система централизованного контроля основного реакторного оборудования. Извините, сразу вопрос всех реакторов. Нет, на каждом реакторе была отдельная вот такая система, отдельная установка. А это к какому? Мы сейчас находимся на третьем блоке, поэтому это система централизованного контроля третьего блока. В конце 60-х советское правительство принимает решение о оснащении атомных станций подобного типа компьютерными системами. Поскольку процесс управления реактором был довольно сложной штукой, поэтому принято решение отдельные процессы усовершенствовать. Почему называется система «Скала»? Потому что самое первое оборудование такого типа появилось на Ленинградской атомной. Аббревиатура звучит «Система контроля аппарата Ленинградской атомной». Аппарат – это реактор. Система контроля аппарата Ленинградской атомной – это 1973 год. Далее была Курская атомная станция и Чернобыльская была третьей. То есть в 1979 году здесь появилось подобное оборудование. И контролировалось не только оборудование, основное реакторное оборудование. Контролировались основные параметры блока, основные параметры турбинного оборудования, основные параметры теплоносителей и так далее. Представьте себе, что на каждом реакторе, на каждом блоке было установлено до 9 тысяч различного вида датчиков. И сигналы вот этой системой обрабатывались каждые 2 минуты. Сигналы, которые поступали с этих датчиков, они обрабатывались каждые 2 минуты. То есть человеку не под силу выполнить такую работу. Поэтому и было установлено это оборудование. Не только контролировались основные параметры реакторного оборудования, ещё и рассчитывались эти параметры. То есть это своего рода большой компьютер. Конечно, большой компьютер, большой, вот вы прямо в точку попали. Вот посмотрите, вот какое это... Но учтите, что это были первые системы, поэтому такие громо... Это 73-й год. 79-й год на Чернобыльской станции. А вообще-то подобные системы 73-го года. 73-го года в Советском Союзе эксплуатировались. Ещё сразу вопрос, когда после аварии была возобновлена деятельность Чернобыльской станции, то есть контроль, это оборудование продолжало использоваться? Продолжало, и вот в частности именно... И в том числе до 2000-го года. Да, совершенно верно. Именно эта система... Вы, конечно, видите только элементы этой системы, да. Не всё оборудование здесь представлено, потому что система находится уже сейчас на этапе снятия с эксплуатации. И эта система эксплуатировалась до декабря 2000-го года. До остановки станции, фактически. До остановки последнего третьего реактора. Вот это вот, типа перфокат что-то. Это перфолента называется, да. Информация вот записывалась на такие перфоленты. Потом она трансформировалась в, ну, скажем так, читаемую форму для персонала. И каждые два часа происходила распечатка информации. Вот здесь вот принтеры можно видеть. Это, собственно, носители информации, скажем так, аналоги современных... Чёрных ящиков для атомных станций. То есть сюда записывались все параметры на магнитную ленту. Совершенно верно. Хронология событий, все параметры. Такой параметр, как оперативный запас реактивности. Очень важный параметр – это количество дополнительных поглотителей внутри активной зоны. То есть их функция – остановить реактор, остановить цепную реакцию. Так вот, по нормативным документам, оперативный запас реактивности должен был быть не менее 30 дополнительных поглотителей внутри активной зоны. За 7 минут до взрыва 4-го реактора Леонид Топтунов, старший инженер управления реактором 4-го реактора, он просматривает эту распечатку, будучи госпитализированным в очень тяжёлом состоянии в клинике города Припяти. С ним беседует, естественно, офицер КГБ. И ему задаётся вопрос о том, сколько дополнительных поглотителей находилось внутри активной зоны. И он произносит такую фразу, что согласно распечатке, их было 18, но система могла врать. То есть определённые погрешности система всё-таки допускала. То есть этих дополнительных поглотителей оказалось меньше, чем этого требовали нормативные документы. Здесь можно видеть рабочие места сменных инженеров. Рабочее место старшего инженера управления реактором на 4-м блоке. Это Леонид Топтунов. Далее рабочее место старшего инженера управления блоком. Затем старшего инженера управления турбинным оборудованием. И в центре зала это рабочее место начальника смены блока. На 4-м блоке это был Александр Акимов. День аварии. 11 человек, включая начальников смен различных подразделений. Это как-то с экспериментом было связано? Да, совершенно верно. Мыслите в правильном направлении. Они присутствовали только потому, что в эту ночь планировали проводить испытания. Суть испытаний состояла в том, чтобы определить, получить информацию о том, каковы могут быть дополнительные источники питания для оборудования важного для безопасности в случае полного обесточивания площадки, которое произошло в случае потенциальной аварии, такой крупномасштабной потенциальной аварии. Что может быть при этом использовано как дополнительные источники питания? Площадка обесточена, можно было найти. Так вот, холостой ход ротора турбогенератора планировали использовать как источник дополнительного питания, в частности для питательных насосов, главных циркульционных насосов, насосов, которые подавали воду в активную зону. А это призвано было для того, чтобы обеспечить, повысить уровень безопасности в будущем эксплуатации станции? Теоретически. Любой шаг, который предпринимался и предпринимается сейчас на площадке, он имеет своей целью повысить безопасность. Любой шаг. Но, увы, в ту ночь события на Чернобыльской станции, на 4-м реакторе, развивались, ну, совершенно, скажем так, в противоположном направлении, не повышая, а наоборот, снижая уровень безопасности. Принципиальная схема реактора РБМК, да, где показана активная зона реактора, вот он реактор, это сердце, скажем так, реактора, да. Вот активная зона, это такой цилиндрической формы конструкция, внутри которой находится графитовая кладка, колонны, графитовые колонны с отверстиями внутри, это отверстия для технологических каналов, РБМК, то есть реактор канального типа, да. Вот таких каналов на 3-м реакторе, 4-м реакторе было 2027, общее количество технологических каналов, и вот здесь вот это вот, да, табло, и то они повторяют друг друга, дублируют друг друга. Это как раз и есть верхняя крышка реактора с указанием вот каналов. Белые – это как раз топливные каналы, туда, куда загружалось ядерное топливо, низкообогащённый диоксид урана, использовалось в качестве ядерного топлива для этого типа реакторов. А остальные обозначения зелёные и жёлтые? Сейчас, вот на этой схеме, вот эта верхняя крышка реактора, мы будем вот здесь вот находиться. Кнопка АЗ-5, да, да, пресловутая красная кнопка, которая была нажата. Мы с вами находимся на быщу-3, то есть на быщу-3 блок, да. Здесь красная кнопка была заменена, это уже после аварии произошло, она была заменена на ключ. Вот он, ключ, да. То есть третий реактор был остановлен поворотом ключа. И по всем канонам, по всем законам, после нажатия этой кнопки, этого устройства, все стержнепоглотители, которые находились в крайней верхнем положении, начинали своё движение вниз. Они должны были пройти расстояние в 7 метров, то есть высота активной зоны составляет 7 метров, для того, чтобы быть полностью погружённым в активную зону. Стержни полностью погружены в активную зону, цепная реакция остановлена, реактор заглушен. Но в ночь, на 26 апреля, события развивались несколько иным способом. Стержни действительно начали своё движение вниз, но они остановились на отметке 2,5 метра. Кстати, время срабатывания этого устройства составляет 18 секунд. То есть за 18 секунд стержни полностью должны быть погружены в активную зону. Стержни остановились на отметке 2,5 метра. Почему они остановились? Кстати, после того, как они оказались заблокированы, то вот эти приборы сельсены, они начали сигналить. Сигналить о том, что стержни заблокированы, и стержни не двигаются. Они показывают положение стержня внутри активной зоны. Почему стержни оказались заблокированы? Потому что каналы, по которым они двигались, оказались на тот момент уже разрушены растущим давлением пара внутри активной зоны. И вот Леонид Топтунов, он был первым, кто увидел начало развития вот этих вот аварийных процессов. Ну, вы знаете, испытания, которые проводились в программе для этих испытаний, было записано, что испытания должны проводиться при мощности, тепловой мощности в 700 мегаватт. Номинальная мощность этого типа реактора, тепловая, составляет 3200 мегаватт. То есть накануне снижали мощность четвертого реактора для того, чтобы вывести его в плановый ремонт и одновременно провести данные испытания. При снижении мощности, при переключении с одного режима регулирования мощности на другой режим, произошли некие технические сбои. И пока их ситуацию регулировали, произошел обвал мощности, не удержали мощность. Произошел обвал до 30 мегаватт. То есть представьте себе, вместо 700. 30 – это всего 1% от номинала. То есть ситуация серьезная, если не сказать, что критическая. Чем она серьезная? Началось отравление реактора продуктами деления урана. В первую очередь, ксеноновое отравление. Для того, чтобы нейтрализовать эту ситуацию, необходимо было выждать по меньшей мере 24 часа. Диатур, который присутствовал на БЩУ-4, который был руководителем этих испытаний, то есть он понимает, что возникает угроза невыполнения задания. И будучи человеком амбициозным, он не мог допустить этого. Он начинает настаивать на том, чтобы поднимать мощность. Топтунов, Леонид Топтунов, Сеур и НСБ Акино, начальник смены блока, они понимают, что это не лучшее решение. Вот в такой ситуации это не лучшее решение. Они сопротивляются, они не поддерживают этого решения. Диатлов настаивает, причем настаивает в такой грубой форме. И под этим давлением все-таки приходится подчиниться. И Топтунову удается поднять тепловую мощность до отметки 200 мегаватт. Но какова была цена этого шага? То есть для того, чтобы поднять мощность, он должен был извлечь из активной зоны дополнительные поглотители. То есть он уменьшил число дополнительных поглотителей, которое было определено нормативным документом. Он уменьшил это число. Тем самым система управления защитой реактора становится малоэффективной, если вообще неэффективной. реактор взорвался. Процесс был неуправляем. Реактор взорвался. Ну то есть все-таки человеческий фактор в первую очередь повлиял. Вы знаете, наверное, это вот некое такое слияние, что ли, всех факторов. Вообще техническая причина аварии, она стала известна довольно быстро. И вот технической причиной является так называемый концевой эффект стержней поглотителей. То, о чем мы с вами говорили. Абсорбирующая часть осталась за пределами активной зоны. А то, что попало в активную зону, концевики, они не поглощали нейтронов. То есть концевой эффект стержней поглотителей. Дятлов в своих воспоминаниях, он пишет о том, что можно и нужно было предотвратить эту ситуацию, но предотвратить ее нужно было не на этапе эксплуатации, а на этапе проектных работ. То есть вот эти вот недостатки в самом проектировании этого типа реакторов, недостатки в проектировании системы управления и защиты реактора, недостатки в проектировании стержней поглотителей, вот это явилось технической причиной. Но об этом на международной конференции, которая была созвана в августе 1986 года, вы знаете, советская делегация, академик Легасов докладывает о том, что произошло, как произошло, как действовали люди, какие были причины, последствия. Все было сказано. За исключением только одного. Концевой эффект стержней поглотителей. Это не было названо причиной аварии. Вся ответственность по итогам работы государственной комиссии, первой государственной комиссии, была возложена на людей. Люди виноваты. В машинном зале между третьим и четвертым энергоблоками построена разделяющая их защитная стена. Это разделительная стена, за которой находится разрушенный четвертый блок. Она была воздвигнута после аварии для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию третьего блока. Третий и четвертый реакторы были построены в одном здании. И для того, чтобы разделить общие системы, общее оборудование, и была построена вот эта стена, которая была названа разделительной стеной. Не очень давно она была дополнительно застабилизирована, укреплена, поскольку сейчас это одна из конструкций, к которой примыкает арочное сооружение. У разделительной стены воздвигнут мемориал единственному человеку, который так и не был найден после аварии. Валерию Ходомчуку, это старший оператор главных цикруляционных насосов. На момент аварии ему 35 лет. это единственный человек из всей смены, пятая смена, ночная смена, единственный человек, который не был найден. После аварии сразу прошлись, что называется, по людям, кто где находится, наличие людей. Вот его не оказалось. Организовали команду, которая пошла в помещение главных цикруляционных насосов в северном ГЦНов на четвертом блоке. Вошли в это помещение, где была полная темнота, разрушенное оборудование ГЦНов, фрагменты ядерного топлива на полу. Несколько часов люди продолжали поиски своего товарища, своего коллеги. Увы, эти поиски не увенчались успехом. У его родственников, его детей, его вдовы, у них нет другого места, куда бы они могли прийти и поклониться памяти. Они приходят сюда. в помещение главных цикруляционных насосов. На каждом блоке таких установок 8. Вода, как теплоноситель, использовалась в этом типе реакторов. Вода, которая отводила тепло, избыточное тепло, которое образовывалось в результате ядерной реакции. Вода, которая поступала в активную зону, ее температура росла. Она доходила до 284 градусов. Это уже была не вода, а пароводяная смесь. Далее эта смесь поступала на барабаны-сепараторы, где фракция воды и фракция пара отделялись. Вода шла на второй круг для охлаждения, а пар в очень большом объеме под давлением горячий пар подавался на турбины, приводя их во вращение. В свою очередь, турбины приводили в работу генераторы, которые производили электроэнергию. Вот такова цепочка генерации электроэнергии. В общем, все предельно просто, но, к сожалению, не в чернобыльском сценарии. Главные циркуляционные насосы третьего блока и производительность каждого насоса 7000 кубометров воды в час. Это огромные цифры. И вот оно, то самое помещение, в котором в роковую ночь 1986 года принимались решения персоналом станции в совокупности с массой других событий, приведшей к трагедии, о которой мы все знаем. Все оборудование, оно было демонтировано. Сейчас уже только вот дыры зияют, не потому, что оно было разрушено, а потому, что здесь грязные конструкции и здесь такой прострел идет. Рабочее место старшего инженера управления реактором. Вот это то место, где находилась красная кнопка, которая нажата была для останова ядерного реактора. Здесь находился джойстик, то есть выбирался инженером определенный канал, и он джойстиком мог менять положение канала внутри стержня. Здесь приборы, которые показывали это положение. Это стена новая, построенная не так давно, а это родная конструкция. Когда мы были внутри блочного щита управления четвертого блока, мы находились внутри арочного сооружения. Обратите внимание на надписи на этой стене, надписи, которые сделаны в июне 0686 июнь 1986 года. Записано на стене 0,2 рентгена в час. Уровень мощности дозы на июнь 1986 года. И вот оно, сердце реактора третьего блока. Сейчас здесь все топливные элементы изъяты, то есть реактор не только остановлен, но и топливные сборки выгружены из реактора. Здесь же рядом находятся бассейны отстойники. Вот там вот под этими блоками находятся элементы конструкции реактора и, естественно, фон там несколько выше. Глубина активной зоны реактора составляет 7 метров. А в целом корпуса? Диаметр составляет почти 12 метров. В целом оно надо посмотреть, просто не помню сейчас точно, чтобы не врать вам, не ошибиться, не помню точно. Вот эта плита, она состоит такая многослойная, многофункциональная конструкция, которая состоит из различных материалов. Это сталь, это бетон, чугун, песок, вода, серпетинитовая смесь, то есть вот эти материалы, которые обеспечивают защиту для человека от ионизирующего излучения. Это машина, о которой мы с вами говорили, разгрузочно-загрузочная машина конструкция, которая весила, весит и сейчас весит 460 тонн. Это конструкция, которая сразу не была найдена на разрушенном четвертом блоке, которую отбросила в западном направлении, и уже она была найдена там на отметке плюс 15 вот от этого уровня. Именно эту машину использовали для разгрузки и загрузки этого реактора. То есть степень выгорания топливных сборок она различна. Понятное дело, что в середине быстрее выгорает. И вот осуществляли перегрузку, например, выгоревшие топливные сборки их помещали на более выгоревшие, их помещали на периферию. С периферии в центр там были подвески со свежим топливом. То есть вот отличительная черта этого типа реактора состоит в том, что его можно было загружать, перегружать и при этом не нужно было останавливать. Это все осуществлялось в процессе эксплуатации. Другие типы реакторов, в частности там ВВР, их нужно останавливать. Эти реакторы не останавливаются для перегрузки. в штатном режиме работы реактора. То есть здесь фон позволял находиться сотрудникам непосредственно в зоне крышки реактора. Кстати, вот сейчас смотрите, вот с левой и справа там находятся бассейны выдержки. Вот с левой стороны бассейн выдержки там фон... Это вот то, что зелеными такими блоками это те блоки, которые вот отсюда вынуты, да, и внутри этого бассейна находятся элементы конструкции реактора, поэтому вот эти блоки положены туда для того, чтобы обеспечить защиту. Ближе к бассейну выдержки уровень несколько выше, поэтому не советую туда приближаться. Вот лучше находиться здесь, ну или на крышке реактора. Интересный факт, когда с вертолетов сбрасывали защитные материалы на разрушенные помещения четвертого блока, была повреждена крыша реакторного зала третьего блока и ряд повреждений получили несущие конструкции прилегающих помещений. разгрузочная машина, которая собственно позволяла доставать топливные сборки из самого реактора непосредственно, либо же перемещать их внутри реактора, сборки, которые являются более выгоревшими, размещать дальше от центра и наоборот. в принципе, по сути, это большой кран-балка, который позволяет оперировать с топливными сборками. И вот такая вот машина с огромным весом, взрывом, она была отброшена так, что после аварии персонал сначала даже не мог найти погрузочно-разгрузочную машину внутри помещения четвертого блока. Руки прикладываем сюда, значит, считать, смотрим, верхняя это по рукам информация, нижняя по ногам. Вот, пожалуйста, видите? Здесь вот как раз нормы, допустимые нормы, которые не должны быть превышены. Я уже говорила, что подготовительный этап, он был завершен в шестнадцатом году. Сейчас мы находимся на первом этапе. Первый этап называется этап ОЗИК, окончательное закрытие и консервация. То есть выполняются работы по демонтажу оборудования, в частности, уже демонтированы турбины первого и второго блоков. В общей сложности предстоит демонтировать 130 тысяч тонн различного оборудования. 30 тысяч тонн это оборудование активной зоны, это оборудование первого контур, наиболее грязное оборудование, которое будет оставлено, оно будет законсервировано, нам нужно время, время для того, чтобы уровни радиации снизили самопроизвольно в течение этого времени. И этот период консервации, период выдержки, он так называемый, да, он довольно длительный. Вот, он будет продолжаться до 2045 года. И окончательный этап снятия с эксплуатации это этап окончательного демонтажа, да, когда все здания и сооружения будут демонтированы, отложенный так называемый демонтаж. Но в целом это на сколько лет рассчитано? Все работы в рамках этой программы должны быть завершены к 2064 году. То есть это очень длительный крупный масштабный программ. Остановили реактор, это не значит замок повесили. Снятие с эксплуатации очень длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Это преобразование объекта укрытия, то есть разрушенного четвертого энергоблока в экологически безопасную систему. Это второе направление в работе. там получается наверное еще более длительные сроки предполагаются. программа рассчитана на 100 лет. Срок эксплуатации нового безопасного конфаймента предполагается 100 лет и более. Арка, мы поговорим еще об этом, должна обеспечить для нас безопасные условия для выполнения дальнейших работ, инфраструктуру для выполнения этих работ и время. Пока это получается только отсрочка на 100 лет для окончательного решения проблемы. Наука, технологии на месте не стоят, то есть разрабатываются. То есть я и говорю, что это получается отсрочка для принятия решения, что дальше делать непосредственно с самим. это не значит, что в течение этих 100 лет мы будем ждать. Естественно. То есть сейчас работы осуществляются по поиску этих решений. Третье направление деятельности это обращение с отработанным ядерным топливом. Я вам говорила. Это опять же касается только отработанного топлива реакторов РБМК и непосредственно которые топливо использовалось на Чернобыльской станции. Ну конечно, конечно. И четвертое направление это обращение с радиоактивными отходами, которые были накоплены за период эксплуатации, за период ликвидации последствий аварии. Вот это отдельные направления деятельности. Вот это четыре основных направления и персонал, который работает на станции сейчас заняты вот в этих работах. Вы не рассказали еще не знаю как это выделить в отдельное направление. То, что собственно мощность Чернобыльской станции используется для перераспределения насколько я понимаю электроэнергии. Совершенно верно. То есть смотрите мы до сих пор являемся частью единой энергетической системы Украины Чернобыльской станции. Несмотря на тот факт, что мы не вырабатываем более электроэнергии. Но Чернобыльская станция является частью единой энергетической системы Украины. То есть она задействована в магистралях, грубо по аналогии с дорожной сетью. то оборудование которое находится на площадке открытые распределительные устройства это оборудование находится в эксплуатации и оно используется для передачи электроэнергии которая выработана другими атомными электростанциями для передачи электроэнергии в другие регионы. В частности обеспечивается Киевская область обеспечивается Славутич город-спутник Чернобыльской станции. Что будет с этой системой после окончательного выполнения программы демонтажа? Она тоже будет выведена из эксплуатации. То есть это предусмотрено что давайте так пожалуй я не буду это комментировать но поскольку речь идет посмотрите о демонтаже в конечном итоге всех зданий и сооружений да то есть эти работы если и предполагается в рамках программы снятия с эксплуатации то они будут выполнены наверное не в первую очередь вот так вот Ну то есть параллельно должны вестись какие-то работы которые позволят проложить сети в обход Чернобыльской станции возможно так да возможно так то есть какие-то компенсирующие мощности должны быть введены сдаем дозиметры которые прямо показывающие дозиметры которые они показывают общую дозу правильно они показывают дозу которую вы набрали за время пребывания в зоне строгого режима так у меня получается тоже две тысячных значит разрешенная доза для вас составляет 0,1 миллизиверта вы набрали 0,2 миллизиверта считайте во сколько раз это меньше да